Доброе утро, мои дорогие! Восемь часов утра. Что я вам должна сказать? Смотрите на меня. Да? Вот Майка. На улице свежо, но не холодно. Я просто вышла. И знаете, настроение шикарное. Ну просто, когда посмотрела... Сейчас вам покажу. Смотрите. Мы вчера покопали вот этот кусочек. Видите? Уже вечером я вам не показывала. Смотрите, что поделали коты. Вы видите? Полигон. Просто полигон. Смотрите. И во главе здесь, конечно, Мартын. Вот смотрите. Видите, что творится? И вот так вот каждый раз посажу что-то. Вот это вот здесь будет выкатываться. Вот своих котов нету, но делают чужие. Такую вот, как говорится, неприятность. Хочу вам показать нарциссики. Смотрите, какая же красота. Вай-вай-вай-вай. Оп. Смотрите, какая аллейка. Красиво, да? А как пахнет! Вы не представляете. Так что, все. Здравствуй, тепло. А ну, идемте посмотрим. О, тележка. Саша спрятал. А в червяках не сделал дырки. Вчера я немножко мятку тут пыталась подполоть. Посмотрим на корону. Видите? Вот смотрите. Видите? Уже три колокольчика будет. Вы уже поняли, какой это цветок? Нет? Ну, ничего. Скоро раскроется, я вам покажу. Так что, я так люблю скородить, чтобы было ровненько, идеальненько. А вопрос, зачем? Саша меня спрашивал, зачем ты так вылизываешь? Я говорю, да ну, чтобы было ровно. Это же лицо, фасад. Посмотрите, что делается. И это одна ночь. Ой, просто ужас. Видите, сколько у нас тут кучи этого всего. Будем перекапывать. Да, обидно. Ну, ничего. Ладно, идемте завтракать. Так, ну что, попытка номер два. Надеюсь, сегодня все пройдет нормально, и мы попадем все-таки в эту воду. А я в воду войду, а я в воду войду. Так, ну что, облачно здесь, но я думаю, дождя не будет, потому что он пока еще не нужен. Хотя везде идут дожди, значит, и к нам скоро придут дожди. Так, все, едем, потому что нужно заехать на рынок, на Новую Ивановку, купить краску. У меня же краски не хватило, надо же докрасить. Вы же видели, что уже начало, значит, надо докрашивать. Все, едем. Уже увидимся там, возле больницы. Все, приехали. Пошли. Александр Инатьевич, хватит куль. Пошли. Все, пойдемте. Не буду тут эти фойе все снимать, я вам лучше расскажу, потому что здесь как-то немножко неадекватно относятся к информации о них. Поэтому покажу вам просто так. Расскажу вернее. Это вы все видели. А что, калитку? Ну, мы же калитку даже закрыли, Сань. Думают, нифига, нечего вам сюда идти. Саня, ну попихай, Саш. Ага. Я сейчас стала тут калитку поломает. Спасибо. Слышишь, калитку ломаю. Вот хочется, вот хочется быстрее здоровья приобрести. Так, все, идем. Там за стеной мой Саша. Смотрите, здесь снимать нельзя. Запрещают снимать. Но я же не могу не получить удовольствия, чтобы не снять, как моего Саша там укупают. Видите, какая там ванна. Японская. Все, смотрите, девушка там его моет, моет, хоть помоет, в конце концов. Это точно он. Видите, он лежит. Я все инкогнито. Я не знаю, чего скрывать. Все чистенько, все красиво. Смотрите, как. Ну, знаете, почему-то у нас как-то боятся ну, знаете, гласность или чего. Боже, бедна та жинка, как у нее спинанная была. И вот это представь себе, дядьку, тетку все мыть да мыть. Вот здесь маленькая раздевалочка такая. И там... Так, все, пошла, потому что еще выругают. Так, все... Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Торзок 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 даже таки понравилось, поэтому я не жалею пока, посмотрим, что будет дальше. Саше еще спросим, так ему понравилось или нет. Вот вам покажу Сашу, Сашу нет, ты неузнаваемый, тебя массаж водный изменил полностью. Ну, скажи свое впечатление, я не буду тебе показывать, скажи впечатление, как тебе? Тебе было больно или нет? Отлично. Отлично? Ну, а по-честному, было где-то больно или нет? Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Ну, ну не так, терпимо, правда? А ты говорил, что ой-ой-ой, больно, да? Нет. А я говорил, она говорит, надо говорить, потому что, знаешь, ну, у меня, она говорит, ну, проблемная спина, там, конечно, все закрыто, понятно, сколиозы, малиозы, это все понятно. Ну, короче, клево. Не знаю, теперь надо, наверное, лягать и, ну, сейчас мы приедем, попьем чайку. Куда ты повернулся, Сань? Ты сбывся. А что? Я специально сюда. Специально сюда? А чего? Какая разница? Ну, приедем, чайку попьем, немножко отдохнем, потому что будем делать. Короче, после такого массажа, конечно, нужно только лежать. Не, супер, просто супер. Лежать, конечно, не лежала я, но картошку вот сварила. Смотрите, картошка у меня, конечно, мелкая такая уже, не очень хорошая, но, а чего я говорю о картошке? Я же не сказала, что я хочу приготовить. Что-то мне вздумалось, открыла морозилку, а у меня там, смотрите, зеленый горошек. Ну, замороженный, зеленый горошек. Хотела приготовить такой, знаете, как крем-суп, суп-пюре из горошек. Потом думаю, да нет. Вспомнился мне один давнишний рецепт и думаю, а что мне не приготовить, а? И не приготовить нёки. Да, 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 да. Именно картофельные вот эти вот такие, знаете, их можно делать квадратиками, раскатывать, вырезать. Можно через вилку катать. То есть я хочу сегодня приготовить нёки, поэтому сварила картошку. Но вы можете взять две хорошие картошинки таких и испечь в духовке. Такая картошка лучше подходит, там меньше влаги. Но я слила воду, немножко просушила, но печеная картошка вкуснее для этого блюда или в крайнем случае в мундирках. Но я не готовила в мундирках, потому что картошка уже такая, знаете, никакая. Она уже вот эта вот последняя, она такая уже веловатая, ну, не то пальто, как говорится. Поэтому вот здесь представим себе, что здесь две такие хорошие, большие картофелины. И я вот так вот вилочкой, даже не толкушкой, а вилочкой хорошенько разминаю. Вот даже вот по внешнему виду видно, что картошка разная. Одна белая, вторая желтоватая и по вкусу точно так же. То есть одна для того, чтобы варить, вторая для жарки. Раньше мы этого не знали. Раньше картошка, да и картошка была, вся одинаковая. А сейчас нет. Сейчас вот есть такие сорта, которые, как жаришь, очень вкусно. А если эту картошку сварить, она невкусная. Она такая, знаете, я называю ее и кажу, как кормова. Вот такой вкус у нее какой-то, ну, не знаю. Я говорю, вот так землей пахнет. Как это землей пахнет, спрашивали меня. Вот мясо, когда полежит без холодильника. Ну, я не могу объяснить, земля вроде ничем не пахнет. Ну, а так говорят у нас. Так, смотрите. Хорошо, сухенькая, нормальная. Чем суше у вас будет картошка, тем лучше, меньше муки вы будете добавлять. Муки нам лишней не надо. Так, я не помню. А, я не солила, конечно не солила. Так, мы сейчас посолим щепотку такую хорошую. Дальше добавим сюда тимьянчика. Если у вас есть тимьян зеленый, очень хорошо. Если нету, тимьян же взяла, да? Ой, это базилик. Господи, я думаю, что-то... Вот он, Тима Мимо. Я его еще не открывала даже. Вот он. И то я за него забыла. Спасибо мне, Лиля. Я делала паштет, ну, куриный с коньяком. Она мне пишет, я тимьян вроде высылала. А я говорю, а, ну, да-да. Высылала, просто я его не видела. Стоит здесь, отдыхает. Так, перемешиваем. Не буду добавлять сюда ни перца, ничего. Пусть будет так. Чуть-чуть тимьянчика. Конечно, если он зеленый, тогда аромат вообще обалденный. Ну, хорошо то, что как есть, так и будет. Так, одно яйцо небольшое выбиваю сюда. О, желтое какое. Так, это пока на огород все. Вот хорошо. Двери открыты на огород. Фик, не высыпал. Так, теперь я возьму сейчас ложку эту, потому что лопатка силикона будет сниматься. Масса довольно-таки густая и мешается сложно. Хорошая ложка. Это я вот смотрю, сейчас яйцо вмешиваю в картофельную массу. Этот процесс похож с чем-то, когда готовят заварные профитроли. Там точно так же. Вот пока мешаешь, можно, конечно, с помощью миксера, крюками. Но мы делаем это лопаткой. Вот этой лопатой очень хорошо вмешивается. Смотрите, видите, все соединилось отлично. Так, немного будем делать. Саша не кушает, это нам с Сашуней, со взрослым. Так, и теперь в общей сложности где-то стакан муки пойдет. Я насыпала уже сюда стакан муки. И сейчас буду перемешивать и замешивать тесто. Вымешиваем с мукой до той поры, пока тесто у нас не будет браться за руки. То есть, как обычное тесто. Но у нас оно, основа картофельная. Поэтому нерки. В Италии это продается в магазинах. И, знаете, и сырые в пакетах, и вареные. Ой, куда же ты прыгаешь? Ой, куда же ты, картофель? Ой, куда ты? Не вываливайся, картофель ты из хаты. Так, добавляем еще. Очень быстро готовится. Но блюдо очень вкусное. Благодаря тому, что мы можем... Вы можете добавлять там и мясо, все. Но мы добавим сегодня горошек зеленый. Добавим сыра, немножко пармезана сверху. Это когда-то готовил так Рамзи. Вот я видела рецепт, это очень еще давно, когда на мастер-шипе была. И там же все, ой-ой-ой, кто там слышал? Ну, по крайней мере, я не слышала. Рамзи, книги там всевозможные. Вот у Белодеда Сани были, у Сосновских Миши были такие книги, что мамочка, наверное, и вот он нам давал, мы читали их. Ну, такие, знаете, тупарки по типу мэны. Сыла. И вот там Рамзи такие, конечно, у него... Но он вообще-то, конечно, идеальный мужчина. Не то, что как мужчина, а то, что вот как повар, как человек, вот как он рассказывает, как он это все показывает. Ну, бомба, просто бомба. Так, пересыпаю все это на стол. Хорошенечко это все выбираю. Присыпаю. Рукой снимаю. Так, сейчас мы замесим с вами тесто. Ну, вы поняли, да? Я, вот честно говоря, я не знаю. Мне хочется вроде уже и выключить и показать им уже замешанное тесто. Сделаю короче видео. И все, нет, 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 мы против. И начинается как будто, знаете, голосование. Кто за короткое видео, кто за длинное. Но все в основном почему-то за длинное видео. Но я когда выставляю, ну, уже выставляю видео, смотрю, думаю, боже мой, а, 40 минут самое короткое, час 20. Ну, это же, это же фильм художественный. Это же, это как сериал. Я не знаю, как я так умудряюсь. Ну, не могу я. Вот говорят, что краткость сестра таланта, да? Так говорят или нет? У меня, наверное, нету таланта. Так, ну что, теперь мы будем вымешивать это тесто. Вот так вот хорошенечко ее все до кучи, как у нас скажут. И вымешиваем. Не спешите муку добавлять, потому что все-таки это нёки, и они должны быть картофельные у нас. Но и, тем не менее, они не должны липнуть к рукам. То есть это как обычное тесто, мы хотя бы 5 минут должны его хорошенечко, хорошенечко повымешивать. У меня картошечка еще тепленькая, вот я буду вымешивать, вымешивать, и остынет тесто. Так, не переживайте, это у меня не грязная мука, это у меня тимьян, вы помните, да, что мы добавляли с вами тимьян. Все, я вымешиваю, вы поняли? Уже смотрите, уже все, уже супер. Ну, это руки у меня, сейчас я вот сейчас уберу это в кастрюлю, потому что мне туда. Покажу вам, что у меня руки чистенькие, вот буду вымешивать, что оно у меня уже не пристает к рукам. Сейчас, одну секундочку. Так, вот смотрите, видите, чистенькие ручки, чуть-чуть муки. И вымешиваем. Видите, вот клееночка чистенькая, ну, поверхность стола, если у вас не клеенка, не хватает. Смотрите, какие ручки были, такие есть. Вымешиваем просто сейчас, чтобы более эластичное тесто было. Ну, и чтобы муки было достаточно, чтобы они у нас не развалились, когда мы будем варить. То есть где-то стакан. Там у меня картошки было граммов, наверное, чистой, граммов 300-400. Ну, вы будете видеть это все по... Тяжеловато мне, конечно, эти вот рецепты, которые, знаете, не точные, не пунктуальные, которые делаются на глаз, мне немножко тяжеловато. Мне нужно это все, прежде чем сказать. Так, смотрите, я беру, беру, вот как и Лариса тоже. Смотрите, она готовит баноч, я не знаю. Я беру на глаз, вот так точно и я. Но на глаз это можно дома сделать, а вам показать это не годится. Ну, вот я вымешиваю. Еще, видите, тесто такое, видите, глыбковатое, макроватое. То есть нужно еще его немножко, не то, чтобы муки добавить, да и все, а просто чуточку муки и вымешиваем, вымешиваем и вымешиваем. Тесто я вымесила, я хочу сделать такими, знаете, квадратиками, потому что я буду обжаривать мёд. Обычно их просто варят и подают. Но я хочу вам показать, сейчас секундочку, отщипну кусочек вот такой, ну, это очень большой. Так, вот так вот делаем такой кружочек. Берем обычную вилку и немножко вот так вот растительным маслом ее смазываем. Вот так ставим и вот так вот раз, смотрите, видите, и прокручиваете тогда, хопа, видите, какая получается у вас мёкенка такая. Вот с этой стороны она, видите, какая, как ракушка, а здесь мёкенка такая, давайте еще покажу. Ну, это нужно сразу вот сделать, чуть-чуть они подсохли и сварить. А я хочу немножко их обжарить, поэтому я сделаю прямоугольные, вот так вот маслочком раз. У меня тут на столе растительное масло просто, и пальчиком хоп. Смотрите, положили, придавили, и вот так вот раз, и оно прямо заворачивается. А здесь помогите пальчиком хоп. Видите, какая мёкенка получается. То есть никакой проблемы. Ну, сильно большие не берите. Раз, оторвали. Такие заготовочки вы должны поделать с теста. Вот такие вот кружочки. Можно сделать и потом в морозилку кинуть, бросить вернее. Мне кажется, там будут вот такие шарики. Манюни-манюни. Так, опять маслом. И протягиваете по вилке, и оно заворачивается само. Хоп. Видите. Ну, и так дальше, и дальше. Немножко муку больше панируйте. Если тянуть, оно прямо тут вот начинает подниматься само. Вот так вот. Вот такие вот штучки вы можете делать. Но я этого делать не буду. Это долго, сильно играться. Это если у вас есть время, пожалуйста, играйтесь. Никто вам не запрещает. Как пельмени, знаете, есть свободное время. Налепили кило-два. Морозилку отправили. И всё. Но я вам скажу, что где-то пошло у меня два стакана муки на то количество картошки. Так. Теперь. Всё. Достаточно. Отличное тесто. Делю его пополам. Но старайтесь ножичек мукой просыпать. Тогда не будет приставать. Видите? Смотрите. Видите? Так. Эту половинку пока сюда. Накрою салфеткой. Пусть полежит. Так. А с этой половинки сейчас раскатываем колбасу. Так. Раскатываю колбасу. Потому что что-то я очень долго рассказываю. Вон колбаса, дай колбаса. Что-то ты её раскатывай, да и раскатывай. Правильно? Вот смотрите. Как я вас уже учила. Вот так сделали. Прямо у нас не колбаса. Такой как лежит прямоугольник. Видите? Как рейка такая. Так. Присыплем тут мукой. Ножичек. И вот где-то такой вот. Вот так вот сейчас нарежем. Сантиметровой ширины. Нарежем такие заготочки. Муки побольше вот здесь. Присыпайте. Ножичек тоже не забывайте. Муж видите? Начинает хватать. Смотрите. Здесь в муке сразу раз и отлетает. Так. Я сейчас нарежу эту. Потом поставим с вами кастрюлю с водой. Так. Дальше. Смотрите. Вот такая мюкинка у нас будет. Вот так. И здесь мы вот так вот пальчиком сделаем вот такую дырку. Только ой господиала. Ну даже в тесто. Вот такую дырочку сделаем. Здесь нет? Здесь есть. То есть оно чем-то похоже будет на наши ленивые вареники. Вот точно. Хотите делайте дырку. Хотите не. Хотите сделайте ножичком вот как прямоугольник. Мне кажется вот такая вот как знаешь как зерно кофе будет красивее. Правда? Без дырочки. То есть видите. Выдумаем уже на ходу. Как зерно кофе. Опа. Раз передавили. И дальше. Вот такие хорошие, хорошие мюки. Потому что мы будем их обжаривать. Еще раз повторюсь. Что мы их будем обжаривать. Вот вам видно? Вот так. Видите какие будут? Такие украинские прямо. Вот ножичком как сырник вы делаете. Вот так вот запанируйте. И как кофе перережьте. И так все вот эти заготовочки. То есть мука. Придерживайте. И ножом. Я просто перевернула, чтобы не порезать клеенку. Вот такие вот шайбочки делаем. Вот так. Все. Продолжаем в том же духе. Мы с вами делаем кофейные зерна. Вода закипает. Второй сделаем такой. Бревнышко. Видите. Вы можете круглое делать. Можете делать вот четырехранное. Переворачивайте. Видите какой у вас получается с таким острым углом. Без проблем. Подтягиваете. До какой толщины хотите, так и делаете. Вот видите. Абсолютно. С равными. Так. Муки чуть-чуть. И нарезаем. Давайте эти немножко поменьше сделаем. Видите, хорошо нарезаются. Все. И точно так же формируем такие кофейные зерна. Делала нёгкие. И манюсенькие такие. И вот такие. И эти. Так. Вода у меня кипит. Я её посолю чуть-чуть. Сейчас мы варим как вареники. То есть всплывут нёгкие готовы. Сейчас я просто-напросто забрасываю их в воду. Вода кипит ключом. И варим как обычные вареники. Но вареники мы варим пять минут. Здесь меньше, потому что здесь меньше муки. Все. Сейчас я их забрасываю. Потом покажу, как буду вытаскивать. У меня кипят нёгкие. Я поставила сюда сковородку. Налью немножко растительного масла. И можно соединить с сливочным. И вот сразу сейчас буду отсюда. Немножко подержу, чтобы вода скапала. И буду высыпать на горячую сковородку. Потому что еще раз повторяю, что мы нёгкие обжарим. Вот они сейчас всплывут. Чуть-чуть прокипят. И мы их отправим на сковородку. Видите, какие они красивенькие. А, вам ничего не видно. Вот, смотрите. Видишь, какие? Некищи. По-нашему. Так, жду, пока нагреется масло. И потом сюда будем отправлять. Ну, вам чуть-чуть видно, да? О, комары уже летают. Смотрите. Ух ты. И что? Неки побежало все. Все. Сейчас я... Не переварите. Если вы будете доставать и сразу уже будете кушать, то тогда минутки три проварите. А так? Полчасика. Нет, не с полчасика, Саша. Ну, что же ты? Помоги. Видите, немножко есть водичка. Ну, ничего. Она сейчас вся уйдет. Я не напоминаю. Это кофейные зерна, Саша. Ах ты. У нас же смотрят дети. Я даже не подумала об этом, Саша. А ты как-то так вот сказал. Кофейные зерна. Так. Добавляем огонь. И сюда добавляем... Вот так. Пусть они обжариваются. А сюда добавляем нёгкие, те, которые у нас на столе. То есть мы их все должны сварить. Так. Кипи. Печку замазала, потому что пошло через верх. Ну, как всегда. У Аллы как всегда. Вот так. Видите, каждая. Помногу. Сейчас мы... Я их обжарю до корочки. Потом выложу и положу следующую партию. Каждая должна зажариться. И потом я на большой сковородке, на своей любимой, на вот той большой, знаете, да, мы на ней продолжим готовить это блюдо. Ох, и любому мы. У нас нёки превращаются в полтавские галушки. Понимаете? Ну, тяжело нас перевоспитать. Спасибо большое за нёки итальянцам. Так. Разговариваем, чтобы не прихватило. Видите, они очень хорошо все ёрзают по сковородочке. Так, давай маленькие, большие. Наверное, сейчас все сюда уже отправлю. Теперь самые маляпки пойдут у нас. Настоящие. Немного, но ничего. Я просто показала, как они выглядят, чтобы вы видели. Так, всё. И, конечно, потоньше их нужно последними забрасывать. Ну, да ладно. Посмотрим. Проэкспериментируем, что получится. Ох, как они пляшут, как они пляшут. А, 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 а. Так, ты чего сюда приклеился, родственник? Горячо. Ничего, я привыкла. Так, обжариваем. Должна появиться такая вот румяная корочка. А эти должны свариться. Я переставила, потому что здесь мне поменьше огонь. Смотрите, видите, какие зажаристые? Всё, я их сейчас высыпаю в больше сковородку. Эту ставлю на огонь опять-таки. Немножко маслочка растительного. И достаю эти уже готовые нюки сюда. Здесь у нас разнобродка, говорится. О, это я люблю, когда кухню вымываешь. О, это классно, мне так нравится, когда так масло стреляет. Хорошо, что у меня вот я на улицу вышла, а тут стреляет себе. Двери буду мыть. Так, немножко остыло всё, можно... Вот я вам показываю, как оно в жизни происходит. Поэтому надо немножко остудить сковородочку, а потом уже доставать все сваренные нюки. Так, обжариваем. Так, ну что у нас? Видите, как хорошо зажаривается. Даже переворачивать не надо. Так, достаточно. Ставлю эту сковородку сюда. Высыпаю сюда эти нюки-мюки. Я найду. Так, это я не вам. Это я говорю, что найду кормушку, потому что я ее зажила. Так, я просто разланиваю сейчас. Так, зажаристые, красивые улейки. Это упала крышка. Так, и сейчас высыпаю сюда горох. Это такая красота будет, вы не представляете такое сочетание. Смотрите. Ну я высыпаю весь. Так, ой, какая красота, да? Ммм, вам плохо видно? Сейчас. Пожалуйста. Сейчас уже хорошо видно, да? Перемешиваем. Нет, вот это уже лопаткой плохо перемешивать. Это все на мойку. Беру другую лопатку. О, другой табак, как говорится. Так, можно сюда добавить сметаны, протушиться сметаной. Можно ничего не добавлять, горошек. По соли будем пробовать. Красивая, да? Так, пусть немножко горошек протушится. Солила чуть-чуть. Так, давайте немножечко добавим сюда, открою с другой стороны, базилика. Специи добавляйте, какие вам нравятся. Так, кимьянчик у нас есть. Давай чуть-чуть розмарина. Так. Сейчас накрою, пусть немножко протушится. За это время натру парнезанчика. Сливочки, конечно, если были, было бы классно. Значит, добавим сметану. Нету сливок, добавим сметану. Сейчас одну секунду. Сметана, иди сюда. Вот она. Ох, какая струечка. Это Саша так отрезала, что пакет может так лопнуть. Сейчас обычно здесь прицелуем. Вот так. Не надо много. У меня нету сливок, поэтому я добавила сметана. Сметана у меня не кислая. А так где-то 100 миллилитров сливок добавляем. И получится у нас такой рецепт, которого еще никто не делал. А мы с вами вот сейчас сделали. Ай, какая красота. Ай, какая красота. Может, это и не аппетитно у вас выглядит, но вообще у меня это аппетитно, это очень вкусно. Так, попробуем на соль. Немножко. Так, и за это время, пока мецы у нас будут протушиваться наши нёки с горошком, я натру пармезанчика. Смотрим, что у нас здесь происходит. А происходит здесь все отлично. Смотрите, ничего не пристало. Это хорошо. Я вспомнила за перец этот остренький. Добавлю ложечку. Но это я люблю, поэтому я добавляю даже чуть-чуть больше, 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 больше. Так. И теперь высыпаю натертый пармезан. Тоже не очень много. И перемешиваем. Вот какая у нас вкуснятина получается. Вот вам и фьюжен. самое главное, чтобы было направление. Всё остальное это ерунда, понимаете. Сейчас, видите, пармезан уже растаял. Ай, какая красота. Так, буквально пару минут под крышечкой. И выключаем. И выключаем. И выключаем. Ну что, всё, дорогие мои. Готовы наши мёки. Очень супер-супер странные. Так, сейчас я вас леплю в мисочку. Покажу вам презентацию. И попробуем. Смотрите, я просто сделала такую. На тарелку насыпала, листочек положила и всё. И вся презентация. Давайте попробуем. Чуть-чуть надо добавить соли. Можно соевый соус было использовать. А вообще, извините, я ещё. Я люблю так вареник. Я люблю вот эти все изделия, которые с мукой. Я ещё одну возьму. Вы этого не видели. А горошек какой давайте попробуем. Да давай, уже неудобно так. Одной рукой прямо. Боже. Ой. За пазуху упал горох. Ёлки-моталки. Свойни не видны, что он и свойни. Знаете, я вам скажу, что... Посмотрим. Какой красивый цвет, да? Ммм, мм, смотрите. Какое красивое сочетание. Я вам скажу, что... Я бы ещё чуть-чуть поострее добавила перца острого. Ещё бы чуть-чуть. Но вы меня извините, очень вкусно. Или я просто очень голодная. Сашуня! А ну ты продегустируй. А теперь я буду показывать. Ой, горошек такой вкусный, честно. Вот Алла молодец, что придумывать, а? Давай. Сейчас. Ну тут надо с горошком сейчас. Секунду. Вот так вот. Не распробуй, сейчас знаю, да? Вкусно, да? Необычно. Ну всё, давай, поехал в магазин. Всё. Очень вкусно получилось. Дорогие, мы приготовили с вами вкуснейшее вот такое блюдо. Видите, с простых продуктов можно сделать прямо ресторанное блюдо. И это действительно вкусно. Слушайте, шумит. Я вам сейчас покажу. Смотрите. Видите, как леечка рассекает? Классно. Купил Саша переходничок. И теперь смотри, как поливает хорошо. Не забивает. А клубника любит очень воду. Поэтому и нарциссики мои, смотрите, получают водичку. Прямо говорят, спасибо, спасибо, спасибо. Классно, да? Вот включили, оно тут поливает, поливает. Потом раз, Саша перенесёт его. Нужно надо выливать, выключать, потому что видите, какая там уже полная лужа. Так, идёмте, выключу пока. Саша в магазин поехал. Потом покажу. Вот видите? Ага, ага. Сейчас вам расскажу. Дождались уже. О, Саша приехал. Вот чемодан. Ой, со снастями, со всеми. Кашу сварю. Ну, червей надо копануть сейчас. Короче, завтра едем открывать сезон. Дай Бог, всё получится. Помидорчики, видите, поставила в тенёчек. Потому что на солнце они горят. Ну, небо что-то, знаете, как-то хмурится. Я знаю, что как только пройдёшь огород, вот у меня так, идёт дождь. Поэтому, видите, ну, будем надеяться, что не будет дождя, потому что мы завтра едем на рыбалку. Поэтому, всё, мои дорогие, сегодня у нас вот такое вот длинное видео. И в больнице были, и нёки приготовят. Надо вот так вот. Нёки, нёки. О, это женщина знает, которая говорит N, которая вот нёки говорит. Это моё слово. Шутка. Значит, и... И всё. Смотрите мои видео, ждите новых видео. Всё, вас люблю. Пока. Продолжение следует...